Всем привет! Продолжается строительство дома из бруса. В данный момент я нахожусь в прихожей комнате. И с сегодняшнего дня я начинаю здесь укладку на пол керамогранита. Две недели назад я залил здесь наливной пол, он высох. Теперь можно класть керамогранит. Начинаем с уборки помещения. Пылесосом строительным вычищаем весь мусор и дальше грунтуем грунтовкой глубокого проникновения полы и полностью по всей поверхности. Я использую для этого небольшое ведерко с грунтовкой и щетку. Сейчас я догрунтую до конца пол в этой комнате и оставлю его сохнуть до завтрашнего утра. Грунтовка называется оптимист. Ультрагрунт глубокого проникновения для всех строительных поверхностей. Керамогранит имеет размер 60 на 18,5 сантиметров. Клей я выбрал витамид. Здесь написано, что он подходит для керамогранита в том числе. И я буду пользоваться системой выравнивания плитки. Так как эта система начинающим или тем людям, которые очень редко занимаются с укладкой плитки, дают возможность положить пол или на стену ровную поверхность. Вот я себе приобрел комплекты, состоящие из клипсов и клиньев. Я буду пользоваться гребенкой с высотой зуба 10 миллиметров. Первая плитка у меня сразу начинается с подрезом. Она будет лежать рядом с косяком двери. Сейчас я ее отрежу, приложу и дальше уже померяю по ней остальные плитки. Для себя я выбрал вот такую раскладку, в которой швы повторяются через два ряда. Сначала кладется плитка по всей длине 60 сантиметров. Затем отрезается кусок 20 сантиметровый и укладывается в следующий ряд. И после него кладется кусок 40 сантиметровый. После 40 сантиметрового четвертая плитка опять идет целая. В этом случае, видите, швы в одном ряду повторяются только через две плитки. На мой взгляд, эта раскладка является достаточно интересной, поэтому я решил остановиться именно на ней. Начинают укладывать плитку с самого видного места. Сюда кладут целые и симметричные куски. У стены же оставляют место для подрезов. Там обычно стоит мебель, столы, стулья, диваны, кресла. И поэтому подрезанные куски не так сильно бросаются в глаза. Теперь берем клинья и затягиваем. Вот так. И второй клей. Вот так. Вот так, не спеша, я закончил два ряда. Каждую плитку я выравнивал системой при помощи клиньев и клипс. И перед тем, как замешивать еще одну порцию клея, нужно ставить клипс, пока клей не засох. Работа потихоньку движется. Сейчас уже наступил вечер, поэтому остальную часть я доложу завтра. Вот смотрите, под крайнюю плитку я везде вставил клипсы. В противном случае клей засохнет, и их вставить будет невозможно. Вот все крайние ряды стоят с клипсами. Во время работы выяснился один неприятный момент. Система выравнивания плитки фирмы Ферто, Беларусь, как написано на упаковке. Вроде бы две одинаковые пачки, но внутри клипсы, которые отличаются по цвету. Одна малиновая, другая бордовая. С малиновыми клипсами совершенно невозможно работать. В то время, когда вставляешь клин, они просто рвутся. Каждая вторая клипса разрывается. А из пачки с бордовым цветом порвалась у меня из 100 штук только одна клипса. То есть, это самый настоящий брак. Если кто будет брать в Леруа клипсы фирмы Ферто, не берите ярко-красные, а берите бордовые. Они по качеству намного лучше. Их видно, они вот отличаются. Клей за ночь высох, и по плитке можно ходить. Но перед тем, как укладывать новую плитку, клипсы нужно демонтировать, чтобы можно было отличать. Отличать новую уложенную плитку от старой. Делается это очень просто. Нужно не сильным ударом к янке в торец клипсы вывести ее из швов между плитками. Вот так. Клипсы, соответственно, ломаются, а клинья можно использовать еще раз. Поэтому их лучше собрать и убрать в пакетик. Убрал мусор, почистил швы. Все стало выглядеть очень прилично. Чистый ровный пол. Теперь размешиваем клей заново и доклеиваем оставшуюся часть плитки. Остался последний угол. Чтобы из него выйти, нужно наступать на плитку. Поэтому нужно дождаться, пока крайние плитки высохнут и затем доделать работу. На этом все. Вся комната покрыта керангранитом. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и заняться расшивкой швов. Да, плитку я резал при помощи электрического плиткореза Dexter, который был приобретен в магазине Leroy. Что бы мы делали без этого французского супермаркета? Клей высох. Систему выравнивания плитки я демонтировал. Хочу рассказать пару слов о ней. Значит, у нее, по моему мнению, три недостатка и одно достоинство. Первый недостаток – это ее цена. Вот за эти две детали клея и клипса нужно заплатить 4 рубля 20 копеек. Я считаю, что это достаточно дорого. На одну плитку нужно минимум 4 таких вот системы. Соответственно, это сильно увеличивает бюджет ремонта. Например, в моем случае система выравнивания плитки стоила дороже клея. Второй недостаток – это низкое качество клипс. При сильном нажатии ножки у них разрываются. Соответственно, ни о какой выравнивании плитки не может быть и речи. И третий недостаток – это в месте установки этих систем образуются наплывы из клея. Но достоинство у них только одно. Но, как я уже говорил, они очень сильно выравнивают плитку и помогают в ремонте таким людям, как я, которые являются не профессиональными строителями, любителями. Я обычный человек, который делает ремонт у себя дома. И поэтому мне эта система очень здорово помогает. В следующий раз, если мне придется класть плитку, я обязательно буду ее использовать. Ну и совет мой такой тем, кто будет покупать в будущем такую систему, что клипс нужно брать по числу… Это красные вот такие вот… Клипс – это красные вот такие детали. Клипс нужно брать по числу плитки, увеличенные в 4 раза. То есть на 100 плиток нужно брать 400 клипс. А вот таких вот клиньев нужно брать ровно столько, сколько плиток вы можете уложить в один день. Потому что на следующий день, когда клей высохнет, клипсы можно демонтировать и использовать вот эти вот клини повторные. Это тоже может значительно сэкономить бюджет вашего строительства. А сейчас я беру шпатер и буду вычищать наплывы клея, которые остались от места установки систем. И также я вычищу швы от высохшего клея. Это нужно сделать по всей площади пола, чтобы затирка полностью заполнила швы. Итак, щели вычищены от засохшего клея. Мусор убран строительным пылесосом. Теперь можно приготовить затирку и заполнить их. Для размешивания смеси я сделал вот такой провизированный венчик. Это кусок арматуры с загребленными на краях пластиковыми хмутами. Так, сейчас попробую размешать. Сделал хомуты немного короче и так стало намного лучше. Перемешиваем еще раз и можно заполнять швы. Вот так можно сделать отличный одноразовый миксер. Его не нужно будет мыть, просто выкинуть и сделать потом новый. Заполнять швы я буду при помощи резинового шпателя. Никогда не используйте затирку белого цвета для половой плитки, так как цемент, из которого она состоит, в большей части, очень быстро пачкается и вы никогда не сможете ее отмыть. Поэтому на пол всегда приобретайте затирки темных цветов. Во время заполнения швов нужно следить, чтобы смесь заполняла его полностью и не оставалось никаких ям, углублений или впадин. По мнению людей, которые работают с плиткой очень долгое время, оптимальным метражом является 4 квадратных метра заполнения швов. То есть вы площадь 4 квадратных метра швы заполнили, затем берете губку и затираете. И этого времени как раз хватает для того, чтобы швы немного схватились и их было удобно вытирать. В противном случае цемент уже начинает застывать и вытереть его становится проблематично. Затирка высохла, пол протерт. На этом работа по укладке керамогранита. можно считать законченными. Выглядит это вот так. Довольно неплохо. Единственное, выяснилось, что плитка из разных пачек имеет разный оттенок. Одна сероватая, другая голубоватая. Хотя было куплено в одно время и в одном магазине. Вот так это выглядит. Заметно, что плитки отличаются по цвету друг от друга. Прихожая в доме из бруса потихонечку приобретает законченный вид. Плитка на полу лежит, входная дверь установлена, стены проконопачены и покрашены, потолок установлен и покрашен. Осталось сделать отделку двери. Этим я займусь в ближайшее время. И установить межкомнатную дверь. И оформить перегородку. Если вам интересно, как будет это все смотреться в дальнейшем, как будет происходить, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, смотрите новые видео. На этом все. До новых встреч!